Книга джунглей. В густых и дремучих джунглях Индии жило симпатичное волчье семейство. Недавно, к радости родителей волков, у них появилось четверо детенышей. В одну ненастную ночь спокойствие этой семьи было нарушено страшным ревом, и это рычал шерхан, свирепый тигр. Огонь костра, разожженных людьми, больно опалил ему лапы, и, обезумев от боли, он выпустил добычу. А его добыча, пухлый черноволосый младенец, теперь ползла на четвереньках прямо к волкам. Отец волка был растроган. Он взял малыша за шиворот, так он таскал своих волчат и принес матери волчицы. «Человечий детеныш!» – воскликнул волчицы. «Я их еще никогда не видела!» В ее голосе звучала нежность. Так малыш нашел тех, кто готов был о нем заботиться. Тем временем тигр примчался к волчьему логову. «Сейчас же отдайте мне мальчишку!» – потребовал он. Но мать волчицы не собиралась сдаваться. «Я воспитаю его вместе со своими волчатами!» – зарычала она. «Пусть нас рассудит Акела, вожак стаи!» – сказал отец. Акела, могучий волк с густой шерстью, жил один на высокой скале. Ему показывали всех новорожденных волчат, он давал советы, разрешал споры. Выслушав отца волка, он согласился принять стаю человеческого детеныша. Шерхан был вынужден уйти, ворча от досады. Мать волчицы дала своему приему имя – Маугли. «Пусть медведь Балу, который обучает наших волчат, воспитает и Маугли!» – сказал Акела. Бурый медведь Балу был старым и неповоротливым, даже шерсть его уже слегка поредела. Зато ему были известны все тайны джунглей. Балу учил Маугли чувствовать опасность, находить общий язык с лесными обитателями, распознавать тех, кого надо остерегаться. Однако Маугли был скучным на уроках, ему больше нравилось играть. «Для твоего же собственного блага ты обязан знать все законы джунглей!» – сердито говорил Балу. «Слушай внимательно и запоминай все мои слова!» Но мальчик не спешил следовать его наставлениям. Один раз он так разозлил медведя, что тому пришлось его наказать. «Он совсем еще крошка!» «Будь с ним терпелив!» – сказала Багира, черная пантера. «Ты слишком строг!» Но наказание не заставило Маугли стать послушнее. Его так и тянуло к обезьянам. Он любил играть вместе с ними среди ветвей, скакать с дерева на дерево, сбивать кокосовые орехи. «Ты не должен ходить к обезьянам!» – предупреждал мальчика Балу. «Их надо остерегаться!» Но Маугли пренебрег советами своего наставника, и обезьяна, улучив удобный момент, похитили его и унесли к холодным пещерам. Так назывались развалины заброшенного города, который почти зарос джунглями. «Почему я не слушался Балу и Багиру?» – сокрушался мальчик. «Зачем я играл с этими глупыми мартышками?» О похищении Маугли вскоре узнали все жители джунглей. Собравшись на поляне, звери стали думать, как освободить мальчика. Сражаться с обезьянами – нелегкая задача. Они такие ловкие, что даже Багире нелегко угнаться за ними. Напугать обезьян мог только Каа – старый, вечно голодный удав. Для него обезьяны были отличной закуской. Каа согласился участвовать в спасении Маугли. На следующий день трое друзей – Балу, Багира и Каа – отправились в город обезьян. Началась жестокая драка. Балу и Багира вышли из нее сильно помятыми, но обезьяны убежали прочь. «Ради тебя мы рисковали жизнью», – сказал Балу мальчику. Маугли было очень стыдно. Вечером он все рассказал матери волчице. Свернулся калачиком в ее больших лапах, как бывало раньше в детстве, и долго плакал. Шло время. Малыш вырос. Как не любил Маугли своих лесных друзей, он понимал, что сильно отличается от них. Ему следует набираться иного опыта и встречаться с себе подобными. Однажды он прокрался в деревню, где жили люди. Он хотел украсть у них красный цветок – огонь. Балу объяснил Маугли, как люди пользуются огнем. Юноша надеялся, что красный цветок поможет ему одолеть свирепого типа тигра-ширхана, его давнего врага. Маугли подошел к одной из хижин и заглянул в окно. У огня, склонившись, сидела девушка и плела корзину из прутьев. Юноша долго наблюдал за прелестной незнакомкой, но потом, испугавшись, что его могут заметить, взял несколько тлеющих угольков и, вернувшись в джунгли, здорово подпалил ширхану шкуру. Прошло несколько дней. У Маугли из головы не выходила деревенская девочка. «Ты был детенышем, когда мать-волчица подобрала тебя», – проговорил мудрый медведь Балу, выслушав юношу. «Теперь ты вырос и должен вернуться к своему народу. Я научил тебя всем тайным джунглей, но ты не можешь больше оставаться среди нас». И вот наступил час расставания. Всем было невесело. Волки уважали Маугли и считали своим вожаком, потому что он прогнал ширхана. Испугавшись огня, тигр навсегда ушел из джунглей. Грустил и Маугли. Ему не хотелось расставаться с друзьями. Но он и сам понимал, что ему нужно идти к людям. Маугли снова пришел в деревню. Необычный вид незнакомца сразу привлек внимание жителей. Собралась толпа зим-вивак. Они смеялись и показывали пальцами на непрошенного гостя. Маугли растерялся, но тут из толпы вышла женщина. И дрожащим от волнения голосом произнесла. — Да это же мой сын, которого тащил тигр много лет назад. Это была Миссуа, настоящая мать Маугли. — Идем, сын мой, я научу тебя нашим обычаям, языку людей, всему, чему не могла учить тебя все эти годы, — сказала женщина и обняла сына. С радостью и уверенностью незнакомым ему раньше Маугли пошел вслед за ней. Прошло время, Маугли многому научился. Несколько раз он встречал ту девушку, за которой наблюдал через окно, но заговорить с ней постеснялся. Понемногу Маугли стал привыкать к жизни людей, но мать-волчицу Балу и Багиру забыть не мог. И вот однажды ночью Маугли убежал из своей хижины и вернулся в логово приемных родителей. Наступила весна, в джунглях это особое время. Просыпается природа, меняются цвета и запахи. Каждый зверь ищет себе подругу. Балу понял, что его воспитанник разрывается между любовью к джунглям и стремлением иметь рядом существо, похожее на него самого. Медведь был бы рад помочь Маугли, но юноша не желал слушать советы. Мать-волчица тоже заметила, что ее приемный сын чувствует себя неуютно. — Я рада, что ты вернулся, — сказала она. — Ты жил с нами по нашим обычаям много лет, но ты уже взрослый, и ты не волк, ты человек. Приходи сюда, когда захочешь, мой дорогой детеныш, но твой настоящий дом там, в деревне у твоей настоящей матери. Однажды утром Маугли проснулся и решил пройтись вдоль берега реки. Всюду цвели яркие цветы, сквозь ветви проглядывал ясное синее небо, ласково пригревало солнце. Внезапно Маугли остановился. Девушка, на которую он оборотил внимание в деревне, набирала в кувшин воду из ручья. И Маугли, ловкий и смелый юноша, человечий детеныш, которому удалось проглазить джунгли тигра Шерхана, растерялся. Он боялся приблизиться к девушке, но тут она приветливо улыбнулась. Очарованный Маугли подошел к ней. Так началась для него новая жизнь.